Августовская педагогическая конференция – традиционное событие на исходе лета. Перед днем знаний работники сферы подводят итоги уходящего года и ставят цели на новый. Место встречи – Дворец искусств. Среди почетных гостей – представитель горосполкома, депутатский корпус. На выставке «Образование через призму качества» учреждения представили то, чем могут гордиться – инновацией, воспитания, преемственность поколений. Гостям презентовали новые образцы школьной формы от славянки. Удобно, стильно, сделано на совесть. Основное действие – на сцене. Начальник управления по образованию с докладом подвела итоги прошедшего года и обозначила цели на грядущей. На подготовку к новому учебному затрачено более 15 миллионов рублей. Проведены текущие ремонты помещений, благоустройство территории, приобретена мебель, компьютерные классы, спортивное, технологическое и холодильное оборудование для пищеблоков. Осуществлена замена оконных заполнений. Представители горосполкома и горсовета депутатов поздравили работников сферы с грядущим днем знаний. «Разрешите поблагодарить вас за такой труд, за труд благородный, за труд мощный, за труд во благо нашей страны». Традиционная часть – церемония награждения. В этот день городские власти, профсоюзные и контролирующие структуры наградили лучших педагогов и руководителей учреждений. Особый повод для гордости – звание лучших в республике. Высокий уровень также отметили благодарностью председателя Палаты представителей национального собрания. «Наша задача – не снижать планку и достигнуть еще больших результатов в следующем учебном году. В рамках конференции акцентировано внимание на основные направления нашей деятельности. Прежде всего, это качество, доступность образования, это воспитание патриота, гражданина своей страны, это развитие системы дополнительного образования, это работа с молодыми педагогами». Новый импульс для образования – молодые специалисты. В 24-м город на Березине принял 100 новоприбокших. Все они приносят свое видение, идеи, методы и навыки. Дана Войтюг окончила 27-ю школу в 2020-м. После поступила в НГУ имени Кулешова на специальность «Белорусский язык и литература». Выбор в пользу профессии объясняет просто. Любовь к педагогике и родной мове привила ее учитель. Сейчас девушка вернулась в родной Бобруйск. По распределению попала в 26-ю школу. На месте ее приняли тепло, и теперь вместе со старшими коллегами – девушка в ожидании нового учебного года. 2024 год – это в первую очередь год качества. И своей целью на этот год и на последующие годы преподавания я ставлю цель качества. Именно чтобы качественно преподавать свой предмет, прививать детям любовь к родине. В первую очередь, что важно для меня, любовь к белорусскому языку. И воспитывать достойное, правильное поколение с правильными ценностями, патриотами своей родины. Некоторые молодые педагоги прибывают в город и сразу же создают семьи. Виктория Белокурова родом из Кличева. После окончания МГЛУ распределилась в 10-ю школу как учитель английского языка. Не так давно девушка вышла замуж. Сегодня она живет в новенькой квартире построителей вместе с супругом. Путь до работы 20 минут. Как и другие, она с трепетом ждет своих первых учеников. Еще не совсем успела познакомиться со всем учебным процессом, так как только еще пришла. Но уже вижу, что все учителя, они очень доброжелательны, готовы помочь во всех начинаниях. И того же ожидаю от учеников, что у них будет мотивация, что они будут хотеть учиться, получать знания. Педагоги – те люди, которые закладывают в нас знания и помогают стать на правильный путь. Традиционная конференция перед началом учебного года вбирает в себя все. Опыт сторожил и стремление молодых специалистов. Все это делает бобруйское образование одним из лучших в стране. По недавним результатам можно судить. Если вся система работает слаженно, то успех обязательно повторится. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов. Бобруйс 360. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов.